Доброе утро! Наступил новый день, поспали уже, вышла уже кофеечек пью, вода из термоса, еще горячая. Хорошо, утром к нам пришли сюда на полянку коровы, как только мы вышли, начали разговаривать, они так громко замучали, мол идите сюда, идите сюда, собираемся в одном месте. Хорошее утро, правда на солнце очень уже жарко. Но в тени такая приятная прохлада вид. Вчера вечером долго сидела у костра, жгла сусе и ветки, смотрела как они горят, как потом тлеет огонь, причем еще небо было звездное, очень красиво было. Сегодня уже другие у нас будут приключения, другие путешествия, посмотрим, что мы сегодня вообще увидим за сегодняшний день, может быть что угодно. Пока будем наслаждаться этим утром прекрасным. Сейчас уже поставили вариться макароны по-флотски, я тут сижу, режу салат, огурцы, помидоры и будем завтракать, а чтобы дальше будет видно. Макароны по-флотски вообще. В принципе в походе очень вкусные макароны по-флотски. Мы по-моему каждый раз, когда едем куда-то, их сделаем. По моему предзаказу. Мне кажется, что всегда любая пища на костре вкусная. Ну конечно. Надо было побольше своей тушенки запись дома. Остались еще дома банок, что-то побоялась, думала будет жарко. Своя-то почти вон одно мясо, тут-то варили на своей тушенке. Ну это тоже ничего нормального. Да, нормально. Я считаю, вот кусок от этого мяса, такие кусочки хорошие. Мы ни разу еще не покупали, для пробы купили. Вообще я делала банок, 10 свои тушенки в пол-литровых баночках. И очень хорошо с собой дорогу брать. Единственное, что у нас в стекле. На лето сейчас боишься, чтобы, как бы, видишь, продукты не испортились, жарко живым тюкором. Лишний раз, думаешь, в магазине купишь уже свежее. Все уже приготовили. Будем есть теми же большими ложками. У нас гости. Что, хочешь покушать тоже с нами? Сейчас останется вам дадим, ладно? Видишь, как ожили. Услышали, что мы кушать пошли. Надо же так получилось, искали место. Так далеко вы ехали, да? И коровы к нам пришли сюда. Телята, коровы. Сейчас приехали к еще одному источнику, где мы в прошлом году набирали воду. Очень надеемся, что он там будет, что вода точнее будет. И наберем все наши баклажки. Поднимаемся. Здесь все местные набирают седоводу, там чай пьют, варят супы. Посмотрим сейчас. В этом году все пересохло, и вода вот так вот медленно наливается. Сколько такая бутылка наливается? Мне 20 минут. 20 минут. Да, это долго. Ну вот мы сейчас пришли сюда водички набрать, и решили пообщаться с местными жителями. Как обычно, мы всегда общаемся, берем интервью. Как вас зовут? Паша. Очень приятно. Меня Ирина, это моя дочка Ксюша. Мы очень любим ваше место. Уже третий раз сюда приехали отдыхать. Наверное, будем постоянно. Любим. Ну вообще, нам бы хотелось бы интересно поинтересоваться, вообще, как здесь вы живете, чем занимаетесь, как проводите свои каникулы. Здесь очень спокойно, мне очень здесь нравится. Мы часто гуляем и уходим в лес, либо на водопранку. Там очень холодно. Особенно сейчас, когда тепло. Хорошо. А вот мы приехали водички набрать, видим, что вот в этом году все пересохло. Да, это так у вас постоянно бывает, или редко все-таки? Летом, да, но иногда бывает хорошо. Если дождей много, то все хорошо спит. А как вообще спите вы водой вот дома? У вас какая вода? Централизована или у вас может быть? Ну вообще, мама хотела как-то в кульях покупать. Мама решила, что нет, и мы покупаем отсюда пить его. А так, вода из-под храна, но мы ее не пьем, потому что не очень хорошая. Она мутная такая, и здесь намного вкуснее. Здесь вкуснее. И вообще, как часто сюда приходите? Каждый день, наверное? Ну, так, с бакуашками раз в три дня. Нам, наверное, с тем, как пьем. А вообще у вас сколько школ в поселочке? У вас поселок же насчитается? Нет, это город. Это город у вас, да, город. Так, сколько у вас? Три школы, да? Да, три школы. А садиков сколько? Три или четыре. А вообще, где местные жители работают? Как родители? Ну да, где вот папа, мама там, знакомые в магазинах? В магазинах, на почте. И в государственных учреждениях. А есть какие-то предприятия здесь у вас? Да я не помню, если честно. А виноград выращиваете, да, здесь? Да, виноград есть. А вообще... На сезон виноградники почти есть. А какие еще поля? С чем еще? Что выращивается у вас еще в вашей округе? Какая культура хорошо растет, что именно выращивают этим, занимаются? Ну, больше всего, нахуй виноград и персики. Персики хорошо растут, да? Хорошо. В том, как и возят. А что вообще у вас в огороде растет, что вы выращиваете? Картошку. Картошку хорошо, да? Картошка хорошо. Картошка хорошо, огурцы. Все это поливаете или так? Поливаю. Поливаете, да? А что еще растет вообще, если огород большой, наверное? Базилик, петрушка, огород, виноград, мама тоже садит и мама цветы любит. Рост у нас много. А домашние животные какие-то держите, нет? Да, кошки, собаки, ну и кукры. Раньше коров держали. Коров не держите, да? Уже нет. Раньше было как-то полуберни, сейчас они купаются. А куда купаться едете? В Феодосию. В Феодосию. Чаще всего ближе к самому роду. А вообще билет сколько стоит до Феодосии? Около 50 рублей. Хорошо. Вообще как с продуктами, с ценами. Вот сейчас большой ассортимент стал продуктами, что это было раньше, например, при Украине, когда жили. Ну ассортимент, по-моему, чуть-чуть побольше стал. Побольше, да. А цены плюс-минус такие же. Плюс-минус. Понятно. Ну все, большое вам спасибо. Удачи. Спасибо вам тоже. Еще я вспомнила, что мы спрашивали про то, как у них вообще была обстановка здесь в городе, да и в принципе в Крыму со светом, когда только Крым присоединился к России, говорят, что очень большие проблемы были, особенно для тех людей, которые жили в городах, что, мол, им подавали один-два раза в день буквально свет, на час включали, и люди мылись, готовили кушать, да, вот в это время все. Это, конечно, вообще... В Москве даже ночью только. Да, получается, девочка сказала, что им давали там днем на один час и ночью на один час, и люди просыпались среди ночи, чтобы помыться, и там что-то еще сделать, посуду помыть. Вот так вот, такая вот обстановка была. А сейчас, она говорит, конечно, все уже стало намного лучше, и это хорошо. Приехали мы к часовне Святого Пантелеймона. Здесь должен быть источник. Так же медленно наливается вода. А здесь что такое? Все часовни и монастыри, которые здесь есть, видимо, в округе. Святой Георгиевский. Вот как раз этот, в который мы пришли. Пришли пророка Ильи. В общем, да, написано храмы и монастыри Симферопольской и Крымской епархии. Здесь, видимо, еще церковная лавка. А в тени здесь хорошо так. Моя ветерок только обливает. Стоит рассказать про историю этого места вообще. Почему здесь стоит часовня, почему именно это место. В древности здесь была битва между двумя племенами, между гуннами и скифами. И после этой битвы местная речушка, она окрасилась в кровавый свет. Настолько много было крови, настолько была кровопролитная битва. Позднее здесь было место языческого культа. Еще через какое-то время сюда стали приходить христиане. И однажды здесь гуляла девушка Мария. Она была пастушкой, посла своих коз. И в один из жарких дней ей привиделось видение. Что это было за видение? Она увидела молодого мужчину. Над его головой был нимб. И он ей показывал в сторону источника, в сторону реки. И пытался что-то сказать. И потом он исчез. Тогда Мария подошла к этому источнику. У нее были проблемы, у нее было кожное заболевание. Она болела псориазом. Она в жаркий день умылась на том месте, куда показал этот молодой мужчина. И через какое-то время болезнь исчезла. И она излечилась. Тогда она пришла окунуться сюда полностью. И больше она не болела никогда этой болезнью. И ее родители на здешнем месте поставили скамейку. Поставили крест. Это место осветили. И местные жители начали сюда приходить. И излечиваться. Здешнюю воду, здешний источник считали целебным. И до сих пор его считают целебным. И это не единственный случай, когда кто-то исцелялся здесь. Была еще одна девушка, чья семья потом по истечению того времени, когда она исцелилась, они здесь оставили свою семейную икону, которую только что привезли из Греции. И потом на этом месте, получается, поставили часовенку. Однако она долго не простояла, потому что она сгорела во время пожара. Через какое-то время часовню, конечно, восстановили. Но она снова сгорела. И вот эта новая часовня, около которой мы сегодня с вами находимся, она уже до нашего времени стоит. К ней также ходят местные жители, наливают воду. Здесь также ведется служба. Сейчас у нас не выходной день, а как написано там в одном из объявлений, что сама часовня и церковная лавка, они работают именно по выходным дням, суббота, воскресенье. Поэтому, если вы захотите именно сюда попасть, обязательно рассчитывайте так, чтобы это был выходной день. Такое вот здесь местечко. Вы сами видите, что оно просто невероятно красивое, ухоженное, около гор. Вот такая вот история у здешнего места. Это у нас часовня Святого Пантелеймона. Я сказала, что он здесь чистильный в воду, не могли никак прочистить почемники. Так и там тоже чистильный, значит, не в этом проблема. Здесь где нет, в том числе, в погоде. Да, вот здесь где, скорее всего. Древний путь. Вот здесь где-то, где-то. Там и ферон, где-то. пока мы ехали лесной дорогой увидели такой вот источник это он находится в изюмовке ну что будете набирать до попытаюсь настолько у здесь пчелы так вот течет у них водопой тут что ли главное такая купель еще до да конечно в крыму с водой проблемы особенно сейчас летом да там вишня дома свои полно так надо же здесь еще попробовать вкусно или нет иначе пока кискинка почему-то не поспела она здесь крупная просто начали поспела почему-то у нас видимо сорт ранее потому что видишь июль месяца еще не поспела на кислая сорт такой к видимо наше сладкое и и и и и и и и и